Субтитры делал DimaTorzok В последние 13 лет мы создали большое количество, правда, большое количество игр. Самая известная из них — это серия игр о Шерлоке Холмсе. Сегодняшняя игра — это «Преступление и наказание», это седьмая игра в серии. Она больше, она лучше, она интереснее, и она очень другая. Это новый уровень как и для студии, как и для Фрогуэс, так и для самой серии. Игра более увлекательная, и наша цель — погрузить игрока в атмосферу игру, в атмосферу викторианской Англии, эпоха XIX века, и прочувствовать себя Шерлоком Холмсом, понять его образ мышления, его образ действий и провести семь разнообразных расследований. Это будут убийства, это будут ограбления, это будут какие-то исчезновения. Все они написаны в духе Артура Конан Дойла, но все они будут очень разнообразны. Если мы будем сравнивать с предыдущими играми, которые мы выпустили, последняя игра — это была «Последняя воля Шерлока Холмса» в 2012 году, то самое главное отличие от предыдущих игр — это то, что мы не расследуем одно какое-то громкое дело, нашумевшее, мы расследуем семь разных дел, которые напрямую не связаны друг с другом. И это самое главное отличие в игре. Помимо других, более мелких, самый важный момент — это то, что игроку, помимо того, чтобы найти, кто виноват, кто преступник, нужно еще и решить, что делать с этой информацией. То есть у нас два вопроса, на которые мы отвечаем. Кто виноват и что делать? Любимые русские вопросы, на которые до сих пор мы не можем найти ответа. «Преступление я» — это вам, как Шерлоку Холмсу, как детективу, нужно понять, кто это сделал, а «Наказание я» в игре, которую мы используем, это вам нужно ответить, что конкретно вы хотите делать с этой информацией, которую вы нашли в ходе расследования. Ведь иногда бывает так, что каким-то образом мы можем оправдать какие-то действия, не важно, что они не вполне законны, например, но мы можем отпустить, даже зная, что человек преступник, иногда мы можем его оправдать, понять, простить и отпустить. Эти семь дел, они как-то напрямую не связаны друг с другом. Как только вы заканчиваете очередное расследование, как только вы нажимаете на кнопку, вы готовы продолжать дальше. Мы не будем показывать или направлять игрока. Правильный он сделал выбор, правильного он человека обвинил, правильное то, что он его куда-то отправил в тюрьму или не отправил. Мы дадим игроку возможность узнать правильность подозреваемого, правильность преступника, правильно ли вы сделали свой выбор или нет. Но мы не будем направлять, подсказывать, что где-то вы не доиграли, где-то вы что-то не заметили, где-то вы что-то не учли. Только вы нажимаете на кнопку, игра продолжается дальше. Потом этот ваш нравственный, моральный выбор, он сыграет свою роль, он обязательно сыграет. Каким образом, на данный момент, я не могу сказать. Но да, это повлияет на дальнейшее развитие сюжета. Сам Шерлок Холмс, как правило, всегда меняется. С одной стороны, потому что студия сама по себе растет. Даже технически у нас появляются какие-то другие возможности больше. Игра сама при себе меняется, потому что она теперь на Unreal Engine построена. Это впервые для нас. Она более красивая. И, конечно же, сам внешний вид Шерлока Холмса от этого тоже меняется. В первую очередь, потому что мы хотим, чтобы Шеллер был немного ближе игроку по духу. То есть, немного современнее. Даже несмотря на то, что все-таки мы играем в 19 веке, мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя Шерлок Холмсом. У нас будут разные одежды для него. Он будет в ходе расследования. Шерлок Холмс будет переодеваться, кого-то там дурачить, кого-то там еще куда-то двигаться. И он будет меняться сам по себе. Естественно, он мастер переодевания, мастер маскарада. Когда-то давно мы были уверены, что наша аудитория — это взрослые женщины, которые играют в такие игры. На сегодняшний момент, особенно после того, как последняя воля Шерлока Холмса вышла на консолях, я не могу сказать, что это женские игры. Это вообще отнюдь не женские игры. Это молодые люди, которые играют на консолях. Когда-то мы начинали делать игры Шерлока Холмса. Это были приключения, это был квест. Сейчас это даже уже не квест, это игра расследования, это игра детективного жанра. Да, у нас нет экшена в игре. Точнее, есть, но совсем немного. Но людям нравится играть. То есть иногда людям хочется сделать перерыв от Call of Duty, например, и поиграть что-то более спокойное, что то, что более тебя заставит немного думать, что-то анализировать, что-то куда-то приходить делать какие-то будут. Я никогда не думала о нашем Шерлоке Холмсе, как о Тоне Монтана. Я никогда не видела этой схожести. Не знаю даже, что... Почему он не Ливанов? Потому что он не Ливанов. Мне даже сложно об этом говорить. Я знаю, что Ливанов озвучивал пару игр. Одну или две игры, которые мы делали в русской озвучке. Это когда-то было, правда. Но мы никогда не делали его... У нас никогда не было желания сделать из него современного Холмса, такого, как его видят сейчас Гай Ричи, или таким, как его видят BBC, канал BBC. Но, безусловно, нам интересны и серии, и сериалы, и фанфики, и все, что происходит. Нам интересно все, что происходит с Шерлоком Холмсом. Фанаты, мы собираем. Мы общаемся с сообществом фанатов Шерлока Холмса. Наши первые игры. Они нам советовали, рекомендовали, рассматривали, играли, говорили, это все плохо, это все хорошо, это нравится, это Холмс, это не Холмс, это возможно, это невозможно. Но я знаю, что в музее Шерлока Холмса на 2.2.1 там наших игр почему-то нет. Меня зовут Ольга Рыжко, я работаю в студии Frogless. Это студия, которая делает игры про Шерлока Холмса. В данном случае это Шерлок Холмс «Преступление и наказание». Игра выходит в начале 2004 года, она выходит на Xbox 360, на двух PlayStationах, PlayStation 3 и PlayStation 4. Также мы будем играть в нее на ПК. Я надеюсь, что она вам очень-очень понравится. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...